Итак, всем привет! Сегодня хочу снять небольшое болтологическое видео о темах, которые я не могла не занести в какие-то свои другие видео и хочу отдельно об этом рассказать. Последние новости какие-то такие. Да, я постригла волосы, я уже говорила. В принципе, длину я стригла где-то сантиметров 15-20, наверное. И впереди сделала лесенку. Я и в прошлый раз сделала лесенку, и сейчас сделала лесенку. Просто их так и легче расчесывать, и, в общем-то, по крайней мере, легче так с ними обходиться. И если даже волосы распущены, то это как-то более красиво, когда они, по крайней мере, выпрямлены или уложены. Но сейчас они у меня после резинки, поэтому такие немного, так сказать, волнистые, как, естественно, в общем, в своем виде, такого беспорядка. В общем, да, я говорю про волосы. К чему? Потому что я сейчас хочу показать то, что я получила в подарок. Получила в подарок недавно от компании Ревгош. В Инстаграме у них есть разные конкурсы. И мне везет в конкурсах именно не рандом, которые выбирают, а такие творческие конкурсы. И там был конкурс совместно с питомцами. То есть надо было выложить какую-нибудь интересную, красивую фотографию. И, в общем, я выложила и выиграла в этом конкурсе. Там была косметичка с продуктами для волос. Вот такая, в общем, косметичка интересная. Тут есть зеркальце и одно отделение. Она на липучке. И вот такие два продукта. Продукты люксового ухода за волосами. Это марка Мириам Куеведа. Я не знаю, правильно я ли это читаю или нет. В общем, эти продукты не тестируются на животных. Они содержат натуральный компонент и без парабенов. Сыворотка. Как я поняла, ее надо наносить уже на вымытые волосы. Например, когда вы их уже сушите. Она не смываемая, как я поняла. И шампунь для поврежденных волос. В общем, это серия для восстановления волос. И как раз вот я ими буду сейчас пользоваться. В особенности сывороткой, чтобы ухаживать за кончиками. И не доводить их до такого состояния. И чтобы уже потом сохранять вот этот вид, который у меня сейчас. Я волосы не сушу феном, не завиваю, не выпрямляю. Поэтому думаю, что мне легко будет поддерживать их нормальное состояние. И вот такие два продуктика. Уже запах, пахнет вся косметичка. Я думала, что что-то тут протекло. Но нет, все пока запечатано. И эти продукты очень вкусно пахнут. Прям из этой косметички. Думала, что придется ехать в сам магазин Ревугош. Потому что в прошлый раз, когда я получала подарок, мне пришлось за ним ехать. Но это позвонил курьер. И я была, конечно же, удивлена, что они сами прислали мне такой подарок. И еще я получала тоже от Ревугош за конкурс макияжа. Макияж, не знаю, какой там был макияж. Но, в общем, тоже конкурс с фото. И я получила набор косметики Max Factor. Давно уже ей пользуюсь. Но как-то не было случая вам ее показать. Вот сейчас я решила, пока я показываю подарок от Ревгош. И у меня на столе лежит эта косметика, которой я пользовалась. То я решила вам ее показать. Начну с продуктов, которые не особо пока я использовала. Это подводка Max Factor Masterpiece. Еще не открывала. Поэтому скажите, как она вам нравится, не нравится. Кто и пользовался. Это новая серия у них. Которая идет как раз со знаменитой тушью. Больше всего, конечно же, я была рада получить эту тушь. Она просто великолепная. Эта тушь. И я буду ее покупать, когда она у меня закончится еще раз. У нее щеточка, как вы видите, не такая уж пышная. Но она делает просто восхитительный объем. И я ее уже много кому советовала. И, в принципе, как мне кажется, все остались довольны. Дальше покажу вот такую помаду от Max Factor. В оттенке Cherry Kiss 840. Тоже часто я снимала с ней видео. Вот такой у нее красный, стандартный. Такой очень красивый оттенок. Именно не красный, вульгарный, а такой немножко алый. Тем она мне не нравится. Но держится она, конечно же, плохо. Если вы попьете чай, то вся эта помада останется на кружке. Но вот когда я снимаю видео, в принципе, мне ее хватает. Но стойкость у нее, конечно же, не очень. Если нанести на карандаш, то она хорошо прозержится. Если просто, то такая не очень выдающаяся стойкость. И следующий продукт – это вот такая палетка теней для век и для бровей. Называется она Smoky Eye Drama Kit. У меня оттенок 04 Luxe Lilacs. В общем, этой палеткой я очень часто пользуюсь. И в основном пользуюсь я из-за вот этого оттенка теней для бровей. Я пользуюсь ей в каждом видео, когда оформляю брови. Если куда-то вот так на выход, чтобы выглядит более-менее ярко. И тут есть спонжик. Вот с одной стороны он такой тонкий. И как раз им я крашу брови. И очень выглядит натурально, потому что это тень. И идеальный просто такой таоповый оттенок, который подойдет именно шатенкам и брюнеткам. Он без рыжины, очень прекрасный. Просто ради этого оттенка советую вам купить эту палетку. Ради этих теней для бровей. И в общем, три оттенка теней. Как вы видите, самый светлый оттенок. Он в палетке сам кажется непритязательным. Но на веке он переливается розовым. И вот если даже его нанести один цвет на век, сделать подводку жидкую и накрасить тушью ресницы, то будет очень такой эффект красивый, переливающийся, свежего взгляда. В общем, этот оттенок очень красивый. Несмотря на то, что он сначала мне показался, что будет таким пыльным, белым и ни о чем. На самом деле, из всей этой палетки он как раз мне больше всего нравится. И два оттенка в сиреневой гамме. Вот, кстати, очень хорошо, что мне попалась такая палетка в подарок, потому что то ли они подбирали, то ли просто так вышло, потому что вот именно под мой цветотип очень хорошо идут именно такие оттенки. Вот этот оттенок, он, я бы сказала, ни о чем как раз таки. То есть его надо много нанести, чтобы добиться такого оттенка. И темный оттенок для выделения складки. Вот такой фиолетовый темный цвет. В принципе, неплох, но пигментация, пигментация, как вы можете понимать, хорошо только на базе. Ну, вот этот оттенок я могу наносить и без базы. Очень красивый, он мне очень нравится. Он из всех такой мягкий, сатиновый. В общем, после этих продуктов я поняла, что я недооцениваю марку Max Factor, потому что очень была удивлена вот качеством, особенно качеством тени и качеством туши. Да, мне очень нравится. Ну, помада, так сказать, на один раз, на съемку видео. Мне она тоже, в принципе, пригодилась. Я ей пользуюсь. Единственное, чем пока не пользовалась, вот этой подводкой. Видео такое я решила снять по поводу одной книги, которую я вчера закончила читать, прочитала ее за два дня. И эту книгу я хочу посоветовать всем начинающим блогерам и вообще творческим людям, которые делают то, что им нравится, и часто сталкиваются с непониманием со стороны других людей, и также с негативом. Часто на Ютубе тоже можно встретить негатив. И вообще для тех людей, которые находятся в состоянии такого творческого кризиса, которые думают, что то, чем они занимаются, не достойно вообще времени и внимания, и которые сомневаются в своих начинаниях. Я нашла эту книгу в группе ВКонтакте «Подборка из трех книг для фотографов». И вот как раз вторая книга, я на самом деле даже не думала, что она будет настолько применима к сфере бьюти-блогинга. И вот книга о творческих людях, книга для саморазвития. Читается она довольно-таки легко и написана, так сказать, в стиле беседы, поэтому ее можно прочитать. Например, я ехала в автобусе, и за два дня я ее прочитала. В очереди, например, сидела, тоже ее прочитала. И, в принципе, ее можно легко и быстро прочитать. Это не такое нудное чтиво. Читается она очень легко. Там 200 страниц. Из них половина такие, как бы, схемки, зарисовки. И очень много там мест, где можно подыскать цитаты. Например, кто любит брать цитаты, там вообще очень много для этого есть фантазии. Для брать какие-то цитаты, пожалуйста, там очень много таких мест. И сейчас я говорю, я специально сохранила название этой книги. Называется автор Клеон Остин. И название «Покажи свою работу». «Покажи свою работу» здесь способом сделать так, чтобы тебя заметили. В общем, там много идет, кстати, о социальных сетях, о том, как можно с помощью них заявить о себе. И много о том, как делать то, что вам нравится, не обращая внимания на других людей. В общем, я бы ее советовала. Я, когда ее прочитала, для меня было это таким изорительным, что я могу о ней рассказать своим подписчикам и вообще всем, кто занимается творческим делом, и кто вот такой творческий человек. Поэтому эта книга подойдет и писателям, и художникам, и фотографам, и тем, кто занимается блогерством. Вообще такая книга простая, но она именно помогает как-то понять, правильно ли вы делаете то, что вы делаете, и понять, как бы, бывают действия, которые вы делаете уже исходя из своего опыта или так бессознательно. А когда вы прочитываете эту книгу, понимаете, что да, я это делаю правильно или да, я это делаю неправильно, и у вас есть уже такая основа, база, и когда вы что-то будете дальше делать, вы будете понимать, что да, я правильно делаю. То есть она придает такую уверенность вам в своих действиях, и поэтому какой-то там негатив, какой-то негатив, комментарии просто помогут вам продолжать делать то, что вам нравится, не обращая внимания, и продвигаться дальше, несмотря ни на какие нарекания и на общественное мнение. В общем, советую вам прочитать эту книжку. Она такая простая, легкая, может, кому-то покажется вообще ни о чем, но лично для меня много там моментов было, которые стоит подчеркнуть просто для жизни. Поэтому советую вам прочитать ее. Это было то, ради чего я, в общем, решила снять это видео. Побудила меня, так сказать, эта книжка, рассказать вам о ней, потому что на моем канале редко выходят такие видео о любимых фильмах, о книгах и так далее. Вообще не люблю смотреть видео о книгах, потому что это дело кажется таким чисто индивидуальным. Но вот все-таки я решила снять данное видео, потому что думаю, что эта книжка, она кажется полезной для вас. Ее можно свободно найти в ВКонтакте, в свободном доступе, поэтому, пожалуйста, скачивайте, читайте. Я не покупаю книги, считаю это лишней тратой денег. Я их скачиваю, по крайней мере, большинство тех, которые я читаю, они в свободном доступе. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего чтива. До новых встреч и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok